Александр Бабанов за кубышевские крылья выступал с 80-го года. За свою спортивную карьеру он успел поиграть в Тольяттинском Рубине в роли нападающего и в прославленной команде мастеров Торпеда, также в Тольятти под руководством тренера Бориса Казакова. С 2010 по 2012 годы уже сам работал тренером молодежной сборной. Любительские матчи с друзьями и соратниками для него отдушина в трудовых буднях. Каждую игру он ждет с нетерпением, чтобы вновь выйти на поле. Для него этот матч уже 11-й по счету. Мероприятие, конечно, очень интересное, потому что встречаемся мы сейчас не так часто. И когда вот такие проводятся, в общем, игры, дружеские, можно сказать так. В общем, в большей степени приятно встретиться со всеми, пообщаться. Ну и, конечно, получить удовольствие от футбола. Этот матч футболисты приурочили к юбилею их соратника по крыльям, директору Академии футбола «Крылья Советов» Сергея Марушка. 24 мая ему исполнилось 55 лет. Сам Сергей Васильевич в матче выступил в роли судьи. Но и в этой ситуации не упустил возможность дать совет, как лучше обойти защиту и реализовать опасные моменты. Довольно-таки интересный матч. Но в первую очередь он нужен для Самары, для болельщиков и для молодых ребят, которые должны видеть преемственность поколений, присутствует. И это сегодня и есть подтверждением всего. Равин Валифтелл перебошет по мальте. Что скажет Сергей Васильевич Марушка? Сергей Васильевич Марушка показывает желтую карточку Владиславу Сидельнику. Комментировал происходящее на поле известный самарский спортивный комментатор Андрей Миронов. Дружеский матч завершился со счетом 5-5. Мария Ильевна, Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События. Редактор субтитров А.Семкин